Капитализм без воем немыслим, он их генерирует, что называется, ежеминутно, просто, так сказать, это вот такой вот процесс накопления, который потом прорывается в военном конфликте. Это то, что называется в теории управления игра с нулевой суммой. Пропаганда – это слово, которое побуждает к действию. Идеологическая составляющая вот такого уровня, она позволяет, имея относительно меньший ресурс, достигать больших результатов. Здравствуйте, друзья. Продолжаем в уютной студии канала «Перехват управления» наши беседы с государственным советником третьего класса Евгением Юрьевичем Варшавским. Ну, ты, Евгений Юрьевич, государство и насоветовал, судя по всему, раз ты госсоветник. Привет, Евгений Юрьевич, рад тебя видеть. Взаимно. Значит, и тема наша сегодняшняя в развитии, недавней, это идеологическая работа в армии. Знаешь, меня очень часто интересуют проблемы, связанные с Первой мировой войной, потому что, ну, вот как-то я делал еще на «Авроре» с «Перес Лениным» очень интересную передачу, которая выразилась, самое интересное у него получилось название, выразилась в названии «Концептуальный тупик, создавший текущую реальность». И мы на сегодняшний день находимся в таком же концептуальном тупике, ну, разве что, может быть, с некоторым изменением действующих лиц. В плане, ну, государства имеют меньше значения, чем надногосударственные структуры. И когда я смотрю на идеологическую работу, так или иначе связанную и в царской России, и не только в царской России, касательно Первой мировой войны, а, на самом деле, первой части мировой войны разорванной Версальско-Вашингтонскими соглашениями, то я обращаю внимание, насколько, ну, в частности, в России, люди, которые занимались поднятием боевого духа, воюющих людей, мы прекрасно понимаем, что люди, которые каждый день рискуют жизнью, ну, требуют особого к ним отношения. Вот давай, как минимум, вот так скажем. Но вот это какие-то сплошные глупости, которые люди не понимали вообще, что они делают. Кстати, фильм «Агония» прекрасно это показывал Эли Маклимова. И вот я говорю, я натыкаюсь на этот плакат, патриотично и выгодно, новый займ, берите 5,5%. Ну, поскольку в стране было два народа, по сути, одни жили в одном мире, другие в другом. А вот на твой взгляд, вот как мы закончили, да, то есть для одной армии, мы говорили в прошлый раз, нужны капелланы, а для другой – комиссары. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, где вот эта грань начинает проходить? Как перейти от капелланов к комиссарам, ты понимаешь, да, Чин? Ну, достаточно выздороветь, потому что основная проблема, если говорить так системно, в том, что буржуазная пропаганда, она находится в жёстких рамках биполярного расстройства, и это противоречие разрывает его на куски. Это цитата из анекдота, рассказывать в эфире не буду. Вот. Дело в том, что комиссары нужны там, и тогда, когда существует единое, не разорванное идеологическое пространство, то есть правящий класс или претенденты на эту роль, ну, в ходе, допустим, совершающейся революции, ещё какого-нибудь катаклизма социального, значит, идеи, условно говоря, внутренние совпадают с внешними, хотя бы в формате отсутствия какого-то принципиального глубочайшего раскола или разрыва. Что касается государств буржуазных и их, можно сказать, предшественников и кровных родственников феодальных государств, любая война, капитализм без войны, немыслим, он их генерирует, что называется, ежеминутно, просто, так сказать, это вот такой процесс накопления, который потом прорывается в военном конфликте. Это то, что называется в теории управления игра с нулевой суммой. Ресурс большой, но конечный. А все политические субъекты разнообразного уровня, направлений, значит, цвета, вымпела, они на этом ресурсе, собственно, должны жить. И у них в этом смысле глубинная цель одна – взять под контроль побольше. Борьба за ресурс всегда. Совершенно верно. И нет никакой разницы между участниками и империалистической бойни, как тогда выражались. Потому что уважаемой германской империи, Рейха, было желание… Они слегка опоздали к раздаче колоний, вот они хотят поделить. Соответственно, Антанта они уже колонии имеют, соответственно, им совершенно нахрен не вперся, значит, та молодая шпана, которая сотрёт их с лица земли, и всё такое прочее. И Российская империя ровно в той же… Русское юнтерство. Совершенно верно. То есть, они между собой не отличаются вообще ничем. Только доступом к ресурсам. Совершенно верно. Потому что тот, кто удерживает ресурсы, тот, кто хочет у них отобрать, извините за этот термин, с ментальной точки зрения, отличаются вообще ничем. С одной стороны разбойники, с другой бандиты. Проблема в том, что воюют неправящие классы. Воюют не феодалы. По крайней мере, они прекратили этим заниматься всерьёз как раз на рубеже Средневековья позднего. Ну, потому что там убить могут. Понятно, что рыцарей, тем более, так сказать, титулованную знать, в бою убивают достаточно редко. Но, тем не менее, бывает, что, в общем, строго говоря, недопустимо с классовой сословной точки зрения. Короля не бьют, не убивают в шахматах, как ты знаешь, Средневековая война. Совершенно верно. И возникает неразрешимое концептуальное противоречие. С одной стороны, мы имеем интересантов и заказчиков этого мероприятия, т.е. войны, которые между собой не отличаются вообще ничем, я имею в виду, по профилю, так сказать, интересов и их приоритетов. И те, и другие хотят набрать побольше. Но воевать за это должны широкие народные массы. И им нельзя объяснить ситуацию так, как она есть на самом деле. Что у нас тут происходит большая драка по переделу ресурсов, земельных, индустриальных, человеческих, крестьянских, продовольственных, каких угодно. Пропаганда, строго говоря, сводится к достаточно простой формулы «Вперед, орлы, а я за вами, я грудью постою за вашими спинами». Потому что, в отличие от феодального общества, капиталистическое, оно все-таки держится не на насилии, а на обмане. Так сказать, базовый инструмент там как раз манипуляции и создания иллюзии общего дела, в отличие от феодализма, который в этом не то чтобы совсем не нуждается. Но, в принципе, там насилие вполне себе открыто. И закреплено законами. То, что мы дворяне, а вы все остальные не дворяне, и нам должны подчиняться, это просто записано в скрижалях. При капитализме ситуация принципиально иная. Не просто заявлено, еще в документах основополагающих написано, что мы все равны и все такое прочее. Но мы в силу того, что нас мало, мы великие, мы умные, мы белые, мы красивые, значит, кровь у нас голубая, нам сильно воевать нельзя. Мы для другого предназначены с рождения. А вот поскольку у нас общее отечество, общий фатерланд, воевать, конечно, надо в основном вам. Я сейчас не буду в детали этого механизма, как это реализуется, вдаваться. Это достаточно интересная, но просто отдельная лекция. Ну и, в принципе, большую часть содержания образованные люди и без меня знают. Ничего там сложного нет. Но реализация этой парадигмы порождает некоторые неустранимые проблемы. Вот в родной нашей Российской империи это, собственно, было заметно как бы не лучше, чем во всех остальных, потому что официальные цели войны были настолько далеки от широких народных масс, которые были, собственно, и представлены в русской императорской армии. Ну, условно говоря, найти где-то в Рязанской еще какой-нибудь глубинке крестьянина, который может с первого раза выговорить слово Дарданеллы, это большая удача. А за что еще воевать? А вот мы, опять-таки, в советском мультфильме нашему царю показали фигу. Умрем все до последнего. И вот когда суть пропаганды сводится к этим нехитрым, в общем-то, вывертам, у вас не получается концепции, у вас не получается эффективного механизма убеждений широких народных масс, что им надо проливать кровь. Здесь и сейчас. Ну, вот смотри, пропаганда, что такое пропаганда? Пропаганда – это слово, которое побуждает к действию. Да. Вот я, опять же, возвращаюсь к Первой мировой войне. Мы принципы старизма применяем. У меня есть вот тут брошюрка, я с интересом ее перечитал. Называется «Бурразная политработа в мировую войну». Она там, двадцать восьмого года издания, написал ее один из помощников Бубнова, который был тогда начальником глав Мура. И он, значит, создавал и систематизировал по материалам, ну, тогда иностранной печати, всю предвоенную пропаганду пяти, а потом и шести крупнейших акторов этой войны. Значит, соответственно, Англия, Франция, Россия, Австро-Венгрия, Германия и Соединенные Штаты чуть попозже. Да? Значит, и вот он сделал такие выводы, я сейчас ее просто прочитаю, это просто, ну, для понимания общей картины. Каждое воюющее государство утверждает, что оно ведет оборонительную борьбу и воюет за справедливое дело. Что оно ведет борьбу за свободу и цивилизацию всех народов. Что оно добивается только прочного мира. Что оно напряжет все силы и будет бороться, пока противник не будет окончательно низвергнут. Что в его окончательной победе не может быть никакого сомнения. Что оно всегда победоносно идет вперед и несет только незначительные потери. Что бомбы его летчиков попадают только в военные учреждения противников и всегда с большим успехом. Что его летчики и его артиллерия гораздо лучше летчиков и артиллерии противников. Что оно как раз теперь подготавляет крупные наступления, которые сулят несомненный успех. И что великий бог на его стороне. И это в каждый из участников как под копирку. Да, и это в каждый участник, да, то есть как под копирку. Мы с тобой не договаривались заранее. Практически с товарищем Бугновым у нас нет концептуальных разногласий. Да, но ведь... Здесь просто как это, более технологично и поконкретнее. Собранный систематизирован. Он приводит примеры. Конечно, конечно. Да, понимаешь. Очень познавательное чтиво вообще. Вот так посмотришь на фамильные портреты и увериваешь в переселение душ. Уж помнишь, как в том кино говорили? Так вот, на самом деле, меня знаешь, чего интересует? Но ведь пропаганда была и в том случае, когда цели и задачи правящего класса совпадали с целями и задачами. Бывает. Бывает. Особенно, когда маленькое компактное государство, где, в принципе, сложно так уж сильно оторваться от народа по техническим причинам, подвергается агрессии со стороны государства большого. Вот здесь возникает понятие... Я прошу прощения за немецкоязычный термин. Вот понятие фатерланда там как раз возникает вполне себе живое. То есть, обозвать такую конструкцию, целиком построенную на обмане и иллюзиях, я бы не решился. Потому что там действительно придет большая чужая армия и перебьет всех. Но, как ты помнишь, в том прекрасном фильме «Стакан воды» герой Лаврова Бутербург говорил... Да, маленькое государство может исцелеть между двумя... Да, даже когда его тоже захочет завоевать другое маленькое государство. Но это не отменяет того, что сказал я и товарищ Бубнов. Игра с нулевой суммой. Речь идет о переделе ресурсов. И какие-то изменения, более-менее значимые, возникают ближе к поверхности. То есть, размер участника, его возможности и так далее. То есть, ситуативно, ситуация меняться может, но в сердцевине она та же самая. Хищник крупный, хищник мелкий. Они ведут себя очень сильно по-разному, но суть их не меняется. И понятно, что если ты встречаешься с чем-то существенно более габаритным, чем ты, имеет смысл несколько изменить манеру поведения, дабы не огрести прямо на вход. Вот, это понятно. И страны слабые, но тоже хищные. Вот у них, как было сказано, что большие сильные державы ведут себя как бандиты, а маленькие как проститутки. В принципе, мне даже добавить нечего. Вот, суть у них одна. И именно здесь проходит разница между комиссарами и капелланами. Комиссары вообще возникли не у большевиков ни разу. Это, по-моему, гражданская война в США, да, по-моему? Я бы даже сказал чуть пораньше, потому что это ещё, во-первых, слово-то французское. И комиссар – это как раз оттуда. Но институт комиссаров, он вообще, по-моему, чуть ли не с античности. Я плохо знаю античную историю. Да и не надо. Да и, в общем, ничего там особо нового нет. То же самое. Вот, просто, так сказать, технический уровень пониже. Вот, и пар пожиже. В принципе, необходимость в институте комиссаров была практически у любого авторитарного властителя, хоть средневекового, хоть античного, который проводил какую-то целенаправленную политику с опорой на более-менее широкие слои тогдашнего населения. Ну, может быть, за исключением рабов или там крепостных крестьян. Но, тем не менее, когда у вас есть необходимость проводить какую-то политическую линию в массы, пусть это, допустим, третье сословие или какие-нибудь там войны или всё такое прочее, вы без комиссаров технически не обойдётесь. Потому что одного царя на это мало. Он, конечно, может выйти на площадь и там паре тысяч народу мозги-то вынести, но это же надо делать постоянно и на всей территории. То есть, если вы, допустим, готовитесь к освободительным походу, у вас есть какая-то социальная идея, которая может из вас что-то сделать, чем-то вас отличает от окружения. Вам потребуется политический инструмент, это и есть институт комиссаров. Но это и институт пропагандистский. И организационный тоже. Ну, давай так скажем. Церковь, условно говоря, капилам, это тоже организационный инструмент? Тоже. Но у неё принципиально другой функционал. Церковь вообще как институт, одна из его базовых и неустранимых функций – это сохранение традиций. В данном случае опять-таки без хороших, плохих коннотаций. Это о другом. Религия без традиций бессмысленна. Сам её институт, сам его формат социального феномена построен на традиции. Традиции являются его оружием, его маркером и кучей всего разного. Это очень хорошо монтируется социальной ролью церкви в средневековом и капиталистическом обществе. Их задача – консолидация социума вокруг, в общем-то, допустим, фигуры царя. Ну, и вообще, так сказать, монархии, допустим. Или там, допустим, демократии и свободы. Дефрагментация церковных институтов, она тоже в этом смысле понятна. Опять-таки, исходя из того, что мы имеем в виду игру с нулевой суммой и наличие политических субъектов, принципиально неспособных к высокому уровню интеграции. Акционерное общество имеет предел масштабирования вверх. Что в политике, что в экономике. Начиная с определенного уровня могущества, акционерное общество начинает распадаться внутри себя. Потому что для каждого акционера, пайщика, интерес собственного пая выше, чем интересы всей остальной компании вместе взятой. И как только вот этот процесс роста превышает определенный предел, количественный, возникает острая потребность защитить нажитой непосильным трудом, и твои вчерашние соратники и братья по акционерному обществу становятся тебе конкурентами и злейшими врагами. Внутривидовая борьба намного жестче, чем борьба межвидовая. Это как раз вот все та же диалектика, только, кстати, не на уровне биологического, а вот на уровне социального. И мы не получаем такой вот вероятности, что образуется какой-то политический субъект высочайшего уровня интеграции и развития в пределе всего человечества, который исключит вот эту игру с нулевой суммой. Мы обязательно просыплемся обратно, ну, если не в средневековье, то в какой-нибудь дикий ненормальный капитализм, и получим, опять-таки, войну всех против всех, либо борьбу союзов с другими такими же союзами, не присоединившимися идиотами. И опять Венский конгресс и так далее. Совершенно верно. То есть, вот эта шарманка будет вечной. Если? Если не встанет другой социальный механизм, альтернативный этому. То, что в Советском Союзе называлось земшарной республикой Советов, как конечная цель. То есть... Конечная промежуточная цель, наверное. Ну, можно и так сказать, но социальный... Как вы построили социализм на отдельно взятой планете? Как в том фазонатическом рассказе было. Вопросов нет. Но социализм, построенный на отдельно взятой планете, неизбежно объединит под своим руководством и целеполаганием, и планированием все ресурсы планеты. И одна из первых мыслей, которая посетит голову этого самого руководящего, составляющего этого самого политического субъекта, будет потребность в расширении. Даже если не будет существовать других разумных существ во Вселенной, ресурсы надо контролировать. Солнце когда-нибудь это погаснет, у нас есть возможность, надо расширяться, надо захватить этот порт. Хотя бы сначала в масштабе всей Земли. Океан у нас не освоенный. Я уже говорил, что шельфовая зона, 200 метров глубины, то, что тут называется, это по ресурсам вторая Земля. Считай по ныне доступным ресурсам. И эти ресурсы доступны только объединенному человеку. Более высокому уровню. И для того, чтобы реализовать этот политический проект без института комиссаров не обойтись. А институт капелланов и вообще церкви и традиционной буржуазной пропаганды, они в этом смысле противостоят друг другу. Потому что почему большевики одержали победу при кратно меньших ресурсах, человеческих, технических, военных и всех прочих. У них была идеология классом выше. Проиллюстрирую конкретным примером как раз времен гражданской войны. Где-то год 19-й. Местность в районе родного нашего города Куева. Там стояла дивизия петлюровцев. Ну, мы не будем преувеличивать воинские доблести петлюровских войск. В общем-то, с тогдашним эрехсфером близко не валялись. Все-таки за Зольдатеном стоит Фильдвайбель, Оберс-Лёйтнанд, Извините, Кайзер и Фатерланд. И круп. Да. И вооружает вас все-таки не грен собачья, могучая немецкая промышленность. Вот эту самую дивизию петлюровскую, это тысяч шесть-семь личного состава вооруженных, отмороженных бандитов, которые совершенно точно знают, с какой стороны стреляет Мосинская трехлиника. Вот. Сняли с фронта два человека. Два большевистских агитатора, которые в расположении этого самого воинского соединения прожили где-то неделю и разложили личный состав этих войск настолько, что они просто встали и ушли с фронта. Поспрашайте ради интереса любого профессионального военного, который у вас есть в ближайшем доступе, и спросите, сколько стоит по ресурсам согнать с фронта дивизию. Вот чем угодно. Атомной бомбой, танками, самолетами, эскадрильей Ми-24 с полной загрузкой. Вот посчитайте, сколько вам это обойдется в рублях и литрах или в долларах и фунтах. Вот. И сравните со стоимостью двух агитаторов. Вот это могущество информационного и организационного идеологического оружия. А где тот критерий? Вот давай так. Очень большое оживление в нашем прошлом ролике вызвало 30-секундная новость о надувном резиновом храме, который разработан в недрах Министерства обороны совместно с РПЦ. Даже нам предлагали там в комментаторы вдувного резинового священника туда отрядить. И я боюсь даже представить, как бы его называли бойцы на линии боевого соприкосновения. Ну, из резины много чего полезно. Да, и как это резино-техническое изделие бы называли. Так вот. Смотри. Ситуация какая. До 2013 года в состав каждой, так скажем, стрелковой роты входил грузовик. С 2013 года его нет. А теперь, если предлагается на каждую роту надувной резиновый храм иметь, он с машинкой. Да? Квадрат Наполеона, боевой дух, три четверти в войне такого типа, как сейчас. Три четверти от общей силы, потому что, если нет боевого духа, то какого оружия... Да. Вот где вот эта... Главная часть любого оружия это голова его владельца. Да вот где та грань, где надо понять, что политработа важнее боевой. Я имею в виду полета пули, мы понимаем, о чем говорим. Я, кстати, вот очень интересный момент, я просто добавлю, тут делал закрытый стрим с Андреем Петровичем Девятовым, а в отличие от него, у меня техническо-военное образование, а у него политически-военное. И я там задал вопрос касательно того, что я Попа отметил, я отметил, что боевой дух растет при наступлении. Ну, само собой. Да. Победы вообще окрыляют. Да. Но оказывается, что в советской военной доктрине, исходя из опыта мировых войн, было сделано следующее, что войска, которые больше какого-то срока сидят в окопе, в наступлениях не участвуют. Я этого не знал. То есть, понимаешь, только свежие восклицы, они идут поверх голов, а те, которые остались в окопах, сидели и оборонялись, типа Вердена, они идут только уже вторым эшелоном. Там закрепляются и так далее. Но психология, психологически тяжело. С марша в бой легче. Это понятно. А когда ты сидишь под обстрелом третий месяц... Это понятно. Ты уже обжился, у тебя там кухня. Да не только. Ты просто прекрасно знаешь, ты видишь, как это работает, то, что прилетает. А здесь надо встать и пойти туда, где это все и, собственно... Так грань-то где? Где грань вашего приоритета политработы, назовем так, комиссарской? Я, правда, немножко еще потом добавлю, что комиссар... Это легкая работа, как было написано в одном из исследований, посвященных Первой гражданской войне. Так вот, где грань? Боевая работа, полет пули, и политист... Политист, где важность? Это же мы должны для баланса блюсти. Грань находится, как и положено, сбоку. Дело в том, что война вообще, как род человеческой деятельности, она специфична, и специфика заключается в том, что эта работа непосредственно связана с риском для жизни. Безусловно. Человек просто так на смерть не ходит. Нет такого психологического механизма. Мы сейчас не берем больных людей, которые могут, так сказать, чертя голову, так сказать, в окно выпрыгнуть. Мы их не наблюдаем вокруг себя, потому что они уже выпрыгнули еще в детстве. А нормальный человек жизнь свою бережет. Это базовый психологический механизм инстинкт самосохранения. Он преодолим, но либо вы должны рискнуть своей жизнью для того, чтобы избежать еще большей опасности, либо у вас должны быть ценности выше вашей жизни. Других механизмов не существует в природе. Поэтому, если для вас Фатерланд не пустое слово, Родина не пустое слово, и вы готовы отдать за нее жизнь, это создает мотивационное поле, простите за этот термин, позволяющее сверстать на этом поле, на этом механизме боеспособную армию. Потому что обучить, вооружить, провести боевое слаживание, это вторично. Потому что это можно сделать с кем угодно в мирное время. За деньги или заставить силой. Вот согнали всех в лагерь, научили дисциплине, ходить строем, объяснить, с какой стороны брать красивый двуручный Гладиус, или там Фламберг, это всего можно. Это все без проблем сделать за деньги или насилием, или сочетанием этих двух. Как вы воевать будете? Как в великой песне. Значит, мы не сдались на уговоры эти, там пулемет, а кто из нас герой? Ашербинович скрылся в лазарете и сказал, что ранен прямо огнеморозе. Совершенно верно. То есть, это все замечательно, и так называемая армия мирного времени производит ошеломительное впечатление на плацпараде. Красиво, значит, ружейные приемы, коробочки по линеечке, все зашибись, пока ты не выйдешь на поле боя, где по тебе будут стрелять с целью убить. Это тяжело. Товарищ Сталин в октябре 1941 года, по-моему, я не помню, по-моему, Берия к нему пришел и доложил, что литер стоит. Из Москвы надо. Да. Он сказал, вы приезжайте, а я останусь, потому что без меня Москву сдадут. Если надо, я сам возглавлю атаку кремлевского полка. Тоже легенда, но очень сильно похожая на пол. Это же известно, когда в Москву обстрелили, он из Кунцева ездил, проезжал фактически без охраны. Это воспоминание его охранника, что он выходил и разговаривал с людьми. Просто обращаю внимание, это колоссальный фактор. И отец мне рассказывал, я просто буквально фразу дактор Унчик тебе, он рассказывал, что мы с заводом ехали в Новосибирск, да, и на каждом полустанке, да, где был рупор, да, первый вопрос, который задавали в обе стороны Сибири войска, промышленность. Где Сталин? Сталин в Москве? Все, Сталин в Москве, все, все хорошо, все будет, да? Нюанс тот, что каков поп, таков приход. Поговорка религиозная, но к Сталину относится в полный рост. Вы не можете никого убедить ни в чем, если вы в это не верите сами. Если вы ведете себя как последний подонок и трус, вам будет сложно своим примером вдохновлять людей на подвиг. Вам могут немножко не поверить. Поэтому я не знаю, вот у меня мой личный транстемпоральный мозгоскоп сломался, поэтому я не знаю, что конкретно думал товарищ Сталин в 41-м году. Но из Москвы? Из Москвы он не уехал. Боялся он в бункере, или как Гитлер там отчаянно оттягивал свой конец. Не боялся, я не знаю. Могу предполагать, но это мои личные измышления. В реальности товарищ Сталин из осажденной Москвы не уехал. И демонстрировал всем жесткое намерение остаться там. При любом возможном развитии событий. И, кстати, подобного рода поведение демонстрировал не только товарищ Сталин в истории человечества. И Гитлер тоже, кстати. Здесь сложнее. Потому что злые ученые-конспирологи говорят, что просто не отпустили. Там разные варианты есть, в том числе, что его все-таки спасли. Но это разговор отдельный к нашей теме отношений не имеющий, более того, он ее замыливающий. Но, в принципе, для буржуазии, для буржуазной власти спасение, условно говоря, лиц, принимающих решения, это норма, причем любой ценой. И это, естественно, плотно корреспондирует с безразличием к судьбе бросовой агентуры. Причем бросовая агентура может думать о себе все, что угодно. Более того, базовый механизм работы с бросовой агентурой, это создавать у нее любыми способами впечатление собственной сверхнужности и незаменимости. Если вам удалось, она вам принесет в клювике все, что нужно. А потом будет, кстати, сильно удивляться, вот как фонд Пановец с с Артаманом Красновым сильно удивлялись, почему англичане их отдали кровавому тирану Сталину. Вот. Они же... Мы же столько добра вам... Мы за вас сражались, а вы нас отдаете туда, где нас появились. Мы своим и буржуинские, да, так хочешь сказать? Мы своим и буржуинские. Вот еще раз говорю, к сожалению, политический класс и социальный инструмент компрадоры и их обслугов, куда входят, кстати, вполне себе военнослужащие при погонах. А вот их реальный статус расходники. То есть, по исчерпании надобности они в любом случае подлежат утилизации, их дальнейшее использование бессмысленно. Кстати, интересный момент. Я немножко тут занимался в свое время, и даже Виктория об этом доложил под запись относительно роли Ватикана в организации Первой мировой войны. и, соответственно, и Второй. И наткнулся на такой интересный факт. А ты знаешь, оказывается, когда был организован Банк Ватикана? Вот Ватикан в 29-м году, там Лакаронские, что ли, соглашения, да? А когда был Банк Ватикана организован? Не скажу. 42-й год. Они поняли, что им надо свое бабло спасать. Вложенные в Баварские, в Мюнхенские всякие мероприятия. Вот самая интересная, с моей точки зрения, социологическая тема, это как раз компрадоры, их обслуживающий персонал, их представление о себе любимых, их реальная ценность в глазах хозяев и заказчиков. Ну, и наиболее такая простая для понимания вещь – отношение к ним трудящихся народных широких масс. по последней теме наименьшее количество иллюзий существует. А вот в отношении собственной значимости, ну, с другой стороны, вы понимаете, когда вам, условно говоря, создают образ вашей личной незаменимости крайне серьезные люди, а с той стороны крайне серьезных людей так есть в товарных количествах и с авторитетом, и с бэкграундом, и с историей, и с предками. И эти люди не склонны к бытовым обманам, то есть у них репутация личная есть. Вот когда вот эта корпорация глобальная вне зависимости от своих внутренних разборок, не забываем же играться с нулевой суммой, и драки внутри кланов, они покровавее и посерьезнее. А возьмешь, когда тромб оторвется, как ты знаешь, да? А потом тромб оторвается. Так вот, когда вам люди из формально разных, я бы сказал, реально противоборствующих кланов дуют в уши одними и теми же словами одну и ту же мысль, сложно не поверить. Надо, как сказать, обладать очень серьезным личностным потенциалом, чтобы противостоять такому давлению. Вот товарищ Сталин в силу ряда причин таким качеством обладал, и он не играл в игрушки, в игру понравиться партнерам. он заставил своих уважаемых старших братьев по классу правящему признать себя в качестве равноправного партнера, и он это сделал не путем, значит, вот макияжа, отвлекательных танцев и прочего ритуала ухаживания, он добился, извините, ну, как сказать, не хочу сказать, грубой силой, но тем не менее... Организационно-экономическим оружием. Да, я уже приводил пример, что насколько была эффективна сталинская позиция и те ресурсы, которые он смог подставить под свой контроль, он смог убедить своих союзников по антигитлеровской коалиции изменить свое решение на прямо противоположное с 8 мая по 9 за сутки. 45-го года. То есть, когда, соответственно, англосаксы по своей вековой привычке решили, значит, собрать урожай сами, значит, то, что они они сеяли, вот, и провели капитуляцию на день раньше, 8 мая, соответственно, все нормально, мы Гитлера победили, вот акт капитуляции, все хорошо, все зашибись, вот. Товарищ Сталин нашел какие-то слова, которые дошли им до сердца, и они это решение изменили. И была проведена вторая церемония подписания акта капитуляции, тот же Кейтель приехал с круглыми глазами, потому что он реально удивился, потому что вообще Кейтеля было сложно удивить, он много чего видел в этой жизни, но два акта подряд подписываются по промежуткам меньше суток, я что-то с теми же участниками, я что-то такого прецедента не припомню в истории, а он был. Ну, товарищ Сталин, вспомним еще одно мероприятие 4 мая 41-го года, когда он на обеде в честь выпускников военных академий сказал, что помимо всего прочего, мы должны подготовить войну политически. И даже на начало, даже в июле 41-го года, вне зависимости от, в августе скорее, когда понятно, что ситуация на фронте складывается катастрофически, с товарищем Сталином все равно считались. Ну да, я себе не могу представить формат, в котором бы выводили за нос. Вот 8 мая это была попытка обвести вокруг пальца. Как и мы успели раньше, вот бумага есть, у них же сознание это юридическое, они очень любят ритуалы и всякие правовые нормы. Вот есть документы, все подписи, вот ваш генерал Суходольский, по-моему, фамилия был, вот, все подписано, с бумагой же спорить нельзя, что написано, пером не вырубишь танком Т-34. Как не вырубишь? Выяснилось, что можно. Правда, там был не Т-34, а, по-моему, 76 этих самых танков ИС-3 на параде, вот, как вишенка на торте, уже, так сказать, чуть позже. Но, тем не менее, западные партнеры столкнулись с манерой поведения, которая оказалась существенно более эффективной, чем попытки понравиться, долбать свое, нацепить на себя чужое и, соответственно, войти в семью цивилизованных народов хоть тушкой, хоть чучелом. Ну, давай немножко вернемся, собственно, к вопросу агитации и пропаганды. Потому что вот это лежит в сердцевине любой пропаганды. Если вы пропагандист и за вашей спиной стоит фигура калибра товарища Сталина, вам работа упрощается. Не хочу сказать, что она становится простой, но вы можете создать инструмент пропагандистский другого качественного уровня, который способен снять вражеские войска с линии боевого соприкосновения без стрельбы. это можно сделать деньгами, но это не всегда получается. Когда люди приходят грабить и видят это самое, откупиться от них не всегда возможно. И сила не всегда в этом смысле рулит, хотя этот компонент необходимый. Но идеологическая составляющая вот такого уровня, она позволяет, имея относительно меньший ресурс, достигать больших результатов. Потому что если у вас идеология способна быть привлекательной для значительной части социальной базы вашего противника, у вас получается другое качество. Противник перестает быть уверен в управляемости собственных военных, промышленных и прочих ресурсов. Потому что фильм Интервенция помнишь? Атака французских этих самых войск во главе с лейтенантом жутко напоминающим цыпленка. Вперед! И ему значит солдатики французские закопывают лейтенант вы там сбегайте и узнаете как там вернетесь расскажет. Вот понимаете? И получается что мы имеем другой уровень вооруженного конфликта. Одно дело у нас игра с нулевой суммой и с каждой стороны у нас приблизительно одинаковые войска, приблизительно одинаково замуштрованные, замордованные и соответственно брошенные в бой. А с другой стороны мы имеем противостояние где есть социальный компонент который может играть в какую-либо сторону. Это уже получается игра другого качества это уже не классический вариант с нулевой суммой это другие возможности и другой результат. Вот и отказ от собственных идеологических концепций любых хоть пустых хоть неправильных хоть каких влечет ни много ни мало утрату статуса. Переход с уровня игрока а вы же не будете отрицать что в феодальной войне с одной стороны и с другой игроки фигуры субъекты как мы выражаемся вот и какой бы ты ни был феодал хоть даже и мелкий у тебя должно быть хотя бы знамя вокруг которого можно сплотиться потому что иначе это будет то же самое но форматом чуть-чуть ниже который называется разбойничий шаг в принципе феодал феодал и вообще так сказать и регулярные части в том числе более позднего периода они в принципе являются бандитами договора вот в российском варианте это казаки вот красных казаков мы не трогаем они немножко другое там сохранилась культурная так сказать историческая компонент и ушла социально она стала другой вот а классические белоказаки это нормальные бандиты нормальные классические средневековые разбойники на договоре наемники по контракту за этот контракт что что входит в договор ну есть такой термин казачий дуван это то ради чего мы воюем вот пусть там Раевский на своем редуте там сражается с очень немелыми французами мы пока грабим обоз это нормальное поведение нормальных средневековых наемных войск и наших казаков это один и тот же формат там нет разницы попытка создать сословное воинское такое вот войско приводит именно к этому это не общенародное ополчение которое будет реально лить свою кровь за отечество это будет нормальные будут нормальные наемники целью которых участие в военной кампании это дуван или так сказать в переводе так сказать на общий европейский язык трофей вот и когда такого рода одноформатные войска сражаются между собой победа зависит от численности выучки значит наличие каких-то технических изобретений либо тактики еще что-то то есть короче говоря в руках того что ты сказал по поводу боевой составляющей а когда с другой стороны у вас противник качественно иной мы получаем удивительные вещи невозможные в борьбе равных когда маленькое подразделение обращает в бегство большую армию но с голой попой все равно боевать тяжеловато я бы даже сказал невозможно я себе не очень представляю как остановить танковую группу генерал-полковника гептнера в 41-м году на границе в Белоруссии вот добрым словом комиссар даже если комиссару дать мегафон и обучить его немецкому языку это ему не поможет потому что вражеская пропаганда через линию фронта против воинской дисциплины партийная организация мы же помним там же была партийная организация она называлась не ВКПБ а НСДАП но она была и у нее был вооруженный отряд который назывался СС плюс дисциплина плюс очень серьезная идеологическая подготовка плюс традиционная немецкая исполнительность да плюс национальные особенности и самое главное фашизм и нацизм это категории идеологические это черная идеология это идеология разрушительная но она в определенные периоды своего существования вполне себе могучая и эффективна не надо преуменьшать их возможности идея сплотиться нам в высшей расе против остальных интерменшей она вполне себе работает одна страна один народ один фюрер совершенно верно и лечится нацизм в основном прикладом трехлинейки в рыло вот словами сложно а для того чтобы раздолбать вермахт или хотя бы танковую группу любимого моего генерала-полковника Гептнера вот у вас должна быть как минимум сравнимая с ним своя танковая группа вы можете назвать ее для разнообразия корпус в чем смысл нацизма и фашизма кстати тоже так сказать социально военно-политической точки зрения мы высшая раса мы эбермэнши мы арицы мы лучшие люди на планете а вот там вот на востоке по странной случайности есть целая страна природных рабов еще Африка есть вот которая самой природой предназначена чтобы нам служить айда все туда потому что вы не можете построить нацистское или фашистское государство если вы заранее не придумали кого вы будете грабить потому что свою страну грабить бессмысленно это не то что бессмысленно это можно делать когда вы работаете в чужих интересах а вот когда вы пытаетесь построить что-то свое и будете грабить свой народ у вас это не получится вы не сможете долго поддерживать устойчивость этой системы потому что люди которых грабят неважно насилием или обманом либо их сочетанием они утрачивают мотивацию довольно быстро с исторической точки зрения вы рано или поздно провалитесь безнаказанно грабить можно тех кого больше кто богаче и кто слабее вот тогда вы можете построить эффективное нацистское или фашистское государство которое вполне себе осуществит внешнюю экспансию захватит колонии будет их соответственно вести в цивилизацию и на эти деньги собственно построит у себя замечательную цивилизацию с высочайшим уровнем жизни первый реально реализованный в масштабе всей планеты такого рода проект безусловно британская империя и собственно немецкий нацизм и итальянский фашизм имеет вполне себе британские корни что в настоящее время уже даже перестало быть страшной тайной если протестантский капитализм вырождается в какой-нибудь трансгуманизм то католический капитализм вырождается в фашизм ты обрати внимание что в основном фашистские государства это страны католические это видимо вот накладывается а вот это мы мы затрагиваем тему которую мы очень скользь затронули в одной из прошлых наших встреч про высшую политическую разведку Ватикан одна из немногих обладающих субъектностью структур в мире которая имеет инструмент в своем распоряжении а об этом мы с тобой поговорим в следующий раз специально выделим для этого тему еще нам надо поговорить о пропаганде в войсках когда народ и армия едины вот этот момент тоже там же тоже была пропаганда между словом более того в пропаганде как понятие как инструмент нет ни хорошего ни плохого мы не даем это инструмент это инструмент то есть слово которое прообещается в делу здорового образа жизни руки сволочи мойте перед едой чего тут плохого а это тоже пропаганда пропаганда однополых отношений – это тоже пропаганда, но другая. Вопрос целеполагания. То есть, сам по себе инструмент, он вне моральных категорий. Закон кулона не объявишь незакона. Ну, вот в том-то и дело. Даже через басманный суд. Попытки были. Вообще политика по сравнению с обычной естественной наукой и с жалкой презренной физикой, про математику, арифметику вообще молчу, она выше. Я пример приведу из смежной темы. Это вот выборы в Либерии в 27-м году. Там из 9 тысяч человек... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok